И снова добрый вечер, мои дорогие. С вами, впрочем, как всегда, Алкобарт. Мы, конечно же, будем что-то пить, заодно и поболтаем. Там прекрасный розовый закат. Где-то вдали виднеется. Еле успел на запись. Это мы ходили на втором участке. Ну, сейчас расскажу, короче. Джин Маверик. Он у меня когда-то был. Я его брал как джин под болтовняшку. Сейчас, в этот раз. И я сейчас понимаю, что я вообще про него ничего не помню. Вообще. Я даже, честно говоря, не помню, кто его делает. Ну, хотя бы кто его делает. Надо посмотреть вообще. Так, чисто ради интереса. Сибры, что ли? Точно Сибры. Гомельская область. Ой, да, Сибры. Ну, Сибры, так Сибры. Ну, здесь был полиэтилен, да? Ну, извините. Так уж получилось, что я его, наверное, оторвал. Короче, тут такое дело, что я решил вывести для себя несколько пунктов. Называется правило здоровой пенки. Вот так, наверное. И что-то сегодня и так пообсуждали это дело, посмеялись над этим делом. Я решил, что такое можно и записать. Вообще, может кому-то пригодится. Поэтому, да, у меня болтовняшка. И давайте первую горлышко промочить за сегодняшний довольно продуктивный день. Такое все. За довольно продуктивный день в чем. Сегодня пошли на второй участок. Я там уже недавно, наконец-то, захреначил все эти столбики под фундамент. Все. И на сегодня у меня вообще по плану было его тупо отпилить. То есть, самое главное, выставить ноль и выставить диагональ. В любой строитель вам это скажет. Значит, я, соответственно, выставил нолик. Отбил еще вчера вечером сходил по лазернику. И сегодня спилил эти сваи. Наварил на них оголовки. И, в общем-то, первую вот так обвязку в одну доску пока мы выставили. Диагонали замерили. Все сошлось. Разница в 3 мм у меня вполне устраивает. Вот. Соответственно, я быстро потом бежал обратно сюда, дабы уже записываться и бафнуть. Так вот, одно из первых правил здоровой пьянки. Это пьянка на природе, господа. То есть, на улице. Можно, конечно, можно в прокуренной кухне. Понятное дело. Это даже в этом есть швой шарм какой-то. Но я могу сказать следующее. Вне свежей я 3,5 года. До этого в Минске не жил уже почти 2-1,5 где-то. И могу сказать, что, поверьте, на природе это намного легче и намного приятнее. Если я в Минске жаловался, что у меня с Пазмолгона уходит упаковка в месяц. Так стабильно, потому что по утрам болит башка, что ж ты не делай. А у меня только так происходят какие-то вот, ну, утренние ощущения. То здесь недавно я у жены спросила, где Спазмолгон или она у меня. Я говорю, хрен его знает. Надо срок посмотреть. Может, он уже просрочился давно, если дойдем. То есть, вообще, вот примерно такие ощущения. Пить надо на природе. На природе хорошо. На природе птички. На природе там собачки бегают. Все вот это вот. Поэтому все переселяйтесь за город из своих душных муравейников. И дальше. Следующее правило здоровой пьянки. Это, я, кстати, подсмотрю. И, простите, извините, но я подсмотрю. А, ну, естественно. Не догоняйтесь. Не догоняйтесь. Тут вопрос в чем. Догоняться можно разными методами. Может быть такой вариант, что вы там пили-пили пару часов, потом пару часов не пили и решили еще бахнуть рюмочку. Пожалуйста. Но есть другой вариант. Когда вы перескативаете черту, за которой вам уже надо догнаться во что бы то ни стало. Все. Вы можете рвануть посреди ночи на какую-то заправку за бухлом, на которой оно там еще есть. Еще куда-нибудь пройтись по соседям, в конце концов. Или выпить в доме вообще все, что горит, включая корвалол с валидолом. Потому что вам истерически надо догнаться. Состояние довольно частое, кстати. И у многих людей наблюдается. И это должен быть не обязательно алкоголик на стадии. Это может быть человек откровенно малопьющий, которому оторваться надо прямо сейчас. Но догоняться по факту не надо. Примерно определите себе дозировку. Почему я, например, люблю водку? Потому что я прекрасно понимаю свое опьянение от водки, каким оно будет. Вот как может быть хорошая, может быть плохая. Но опьянение будет примерно одинаковое. Ощущения будут примерно одинаковые. И выход алкоголя будет примерно одинаковый. Если напитки разные, там уже чуть посложнее. Но примерно определите себе дозировку. И просто ее не превышайте. Вообще совсем. И определите ее, пожалуйста, на трезвую голову. Это важно. Потому что если вы уже начнете определять в процессе подпития, где-то рюмочки после пятой, шестой, то вам вполне покажется, что именно сегодня полтора литра это прям самое оттопное. Вот обычно пол литра максимум. Но вот именно сегодня так хорошо себя чувствую, ощущаю. Вот надо бахнуть. Не делайте такого. Не догоняйтесь. Следующее правило, как ни странно, здоровой пьянки. Не используйте алкоголь как добавку к еде. Или еду как добавку к алкоголю. Вообще, закуска и пьянка это два различных события. Я вам честно скажу. Я вообще не понимаю, почему люди и зачем закусывают. И это очень любят. Потому что это откровенно вредно. Если вы захотите закусывать полезным, это будет гадко. Если вы захотите закусывать вкусным, то это будет вредно. То есть лучше как-то разделить эти события. Или сначала поели, потом попили. Или сначала попили, потом поели. Тоже очень интересный вариант. Но очень часто заслышат людей, что вот люблю вискарь, там люблю коньяк. Но водку люблю, вот чтобы под закусочку. И начинается перечисление, сколько должно быть закуски под водку. Ну, подожди, тебе для чего? Тебе водка-то для чего в данном случае? Чисто чтобы это все проталкивать дальше, чтобы она протекала быстрее или что? Зачем тебе тогда водка в принципе? Во-вторых, зачем тебе столько жрать? У тебя двойной удар по печени поджелудочной. Печень восстановится поджелудочная и нет. Поймаешь панкреатит, а алкогольный панкреатит именно на фоне пережора шашлыка, например, под коньяк, это вообще святое дело. Его поймать очень легко. И лечится он, мягко говоря, не очень приятно. Ощущение будет очень неприятное. Поэтому разделяйте алкоголь и закуску. Вы же пьете для чего? Чтобы получить в какой-то степени пьянение. Для наслаждения там закатом с жидом Мэйерик. Так себе наслаждение, ну да ладно. Но вы пьете для того, чтобы получить в какой-то степени пьянение. Не мешайте этому едой. Поехали. Предпоследнее правило хороший пьянки. Ну как предпоследнее? Давайте еще промежуточное. Как ни странно, я не знаю, как мне это сказать, так, чтобы культурно, но должен быть физический труд. До пьянки, после лучше не надо. Но, например, до пьянки лучше всего, чтобы был какой-то физический труд. Почему? Потому что физический труд облагораживает. А если вы его еще и на благо себе, так вообще прекрасно. Если за деньги, то же можно. Да, но это так себя отход от правила. Так вот, следующее правило, это утреннее состояние. Утреннее состояние, я очень часто это говорю на поздравляшках. Я люблю эту фразу, легкий флер вчерашней пьянки. Я ее где-то подсмотрел, я ее сам себя выдумал, не знаю. Он выглядит примерно как классно погуляли вчера, но за руль сегодня лучше не садиться. То есть это нормальные утренние ощущения. У вас нет нытья, у вас ничего не болит, вы не ноете, не страдаете, не умираете, там где-то под кустом и так далее. И сушняка у вас нет такого, чтобы три чайника поражнили сразу. Нет. Это уже называется неправильная пьянка. Это уже было бухало. А правильная пьянка, это когда вы с утра встали, вы понимаете, что да, вчера что-то было, что-то пил. Но при этом оно не вызывает больше никаких негативных ощущений. Опять же здесь советов никаких четких нет. Здесь каждый выводит себе дозировочку. Шерми амуха какая-то вновь лезет. Поэтому за это надо бахнуть. Ты что-то забыл. Бахнуть забыл. Слушайте, ребят, ну все, пропис. Давайте я сразу налью на две, точнее на три. Чтобы лишний раз не наливать. Очень красненько пройдусь по напитку. Я его чуть не понял сейчас. Я не помню, какие у меня от него были ощущения. Он да, он очень классно пахнет. Но пьется как-то так вот, ну такое, понимаете. Могли бы сделать и получше. Нету того самого халатка, который я так люблю. Мне нужен тот самый холодок. Ну да ладно. Последний пункт. Главное правило. Оптимально, прекрасный, здоровый пьянки. Естественно, не похмеляться с утра. А похмел это все. Это дно. Вы начали похмеляться, это днище. Все. Это капец. Поэтому, если я всегда говорю, семья потянет с утра бухнуть для того, чтобы мне стало легче, я на пару недель точно себе выходных возьму. Ну его нахрен. Ну пока что-то такое не наступает. Ну видите, работа такая сложная, вредная. Все по времени расписано, когда, когда, чтобы на запись, когда бухать, сколько бухать и так далее. Поэтому, за то, чтобы вы никогда не похмелялись. За это надо было бы выпить стоя, конечно, но тогда будет в камере только пуп. Уровень пупа, поэтому так. Каза Катик, ничего такое. Ну и что. И в общем-то, осталось время, наверное, на заключительную. Которая будет питься за вас, дорогие мои, за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки, за то, что ждет следующих видео, выходящих, спугающих, иногда не очень, периодичностью. За то, что я сегодня, наконец-то, эти первые доски установил. Но, кстати, не снимал, не снимал, да, каюсь. Я вот думаю, все снимать, всю эту стройку не снимать. Нафиг оно мне надо. Вот мой, ну не строительный же канал. Жена говорит, снимай, все говорят, снимай. А я отбиваюсь. Ладно. Уже машинки фары повключали, солнышко закатилось, собачка спит. Поехали и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.